Глава седьмая Вскоре в курятнике снова наступила тишина. Все с удивлением смотрели на Людвига Четырнадцатого. Не мудрено, ведь цыплята впервые видели живую лису. «Подумать только, хитрюшка-ворюшка, гость в нашем доме!» — кудахтала старая курица Лаура. «А ты действительно уверен, что не хочешь нас съесть? Я хорошо знаю твоего папу, он, право же, очень мил!» «Терпеть не могу курятины, но я в самом деле голоден. Тут-то Карлсон обещала меня накормить чем-нибудь». «Бедняжка!» — закудахтала Лаура. «Конечно же, конечно же, ты получишь еду. Мне кажется, что вон в той миске есть чем полакомиться». Второй раз Людвига Четырнадцатого приглашать не пришлось. Он мигом подлетел к миске и начал глотать. «Это хорошо, что ты так спешишь», — заметила Лаура. «Как только наехшься, сейчас же исчезай. Не думаю, чтобы Петру Спивун был в восторге, когда узнает, что у нас в гостях лисенок». «Петру Спивун — это наш петух», — пояснила Тут-то Карлсон. «Он сейчас во дворе и поет, но скоро снова вернется, а до этого ты должен исчезнуть». Но было слишком поздно. Через дыру в стене важно вошел Петру Спивун и взмахнул красивыми равноцветными крыльями. «Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, уже четверть девятого!» — пропел он и, склонив головку, прислушался. Вдруг он круто повернулся к лисенку и в ужасе закричал, что было мочи. «Ку-ка-ре-ку, лис в доме! Помогите! Максимилиан, сюда! Ку-ка-ре-ку, спасите женщин и детей!» А Максимилиане все почти таком же хитрым, как и сам Папа Ларсен. Людвиг XIV как-то, ну, совсем забыл. «Ку-ка-ре-ку!» — подхватил поэтому Людвиг. «Помогите! Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!» Тогда все куры хором начали убеждать Петруса Певуна в том, что Людвиг XIV очень милый лисенок. И опять начался дикий шум и возня. Петух кукарекал, куры кудахтали, цыплята пищали, а Людвиг XIV подвывал. Никто даже и не заметил, как дверь открылась, и в курятник, семеня коротенькими ножками, вбежал от акса. Людвиг XIV увидел, как остренький носик пса протиснулся между двумя хохлатками. «Пожалуй, мне пора домой!» — подумал он, и быстро проскочил мимо таксы. Но потом вдруг остановился. Прямо перед ним стояло что-то, чего раньше он никогда не видел. Это что-то напоминало два коричневых ствола, правда, значительно более гладких и блестящих, чем стволы обычных деревьев. А когда он поднял взгляд чуть повыше, он увидел еще что-то коричневое, а еще выше что-то зеленое. Дальше смотреть Людвиг XIV не решился. Он и так уже понял, кто стоял перед ним. Человек! Это был первый человек, которого Людвиг XIV увидел. То блестящее, что Людвиг принял из-за стволы деревьев, было парой начищенных сапог. Коричневыми оказались и брюки, зеленый — куртка. «Максимилиан, смотри, живой лисенок в курятнике!» — закричал голос. «Странно видеть и странно слышать это, не правда ли?» «Ты, конечно, думаешь, что маленький Людвиг XIV не понимал, что говорит человек. Так или иначе, но он почувствовал, что наступил очень опасный момент. «Лисенок не должен сбежать!» — сердито заворчал человеческий голос. «За ним!» Охота началась. Никогда еще в своей жизни Людвиг XIV не бегал так быстро. Но такса не отставала от него. Людвиг XIV, наверное, сто раз оббежал все дома, прятался между кустами и под колодцем, и за дровами, раз даже залез под корыто, а потом притаился за грядкой. Но такса все время вынюхивала его по следу. «Мне нужно найти какое-нибудь потайное местечко», — думал Людвиг. «Ведь скоро у меня уже не будет сил бежать». Около большого дома, где жил человек, он обнаружил что-то похожее на ящик. Он впрыгнул туда через круглую дырку и свалился прямо на пол. Ему так надо было отдышаться. «Здесь уже Максимилиан не найдет меня», — простонал он. «Я не хочу попадаться в руки людей. Я хочу домой, в лес». Тайник оказался хоть куда. Максимилиан носился по двору, и каждый раз, когда он пробегал мимо, Людвиг XIV замирал от страха. Но такса почему-то и в голову не приходила заглянуть в этот ящик с дыркой. Наконец охота кончилась. Максимилиан перестал лаять. Наступила тишина. Людвиг XIV высунул голову и только собрался вылезти, как вдруг услышал шаги. Нырнув обратно, Людвиг стал наблюдать через дырку, как большие сапоги медленно двигались мимо. «Да, лисенок сбежал, хотя Максимилиан все время шел за ним по пятам», — сказал человеческий голос. «Хитрые бестии эти рыжие шкуры!» Людвиг XIV хотел было сказать, что он совсем не хитрый, но передумал и надулся от гордости. Слышал бы папа Ларсен, сам человек утверждал, что Людвиг провел даже его. «Пошли в дом пить кофе!» — продолжал человеческий голос. «Что поделаешь? Будем надеяться, что в следующий раз Максимилиан тебе повезет больше!» Людвиг XIV облегченно вздохнул и во второй раз решился выйти из укрытия. И тут он увидел, что кто-то стоит на пути. Это был Максимилиан. Его черная шубка встала дыбом, а красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV сжался и стал маленьким-маленьким. «Фу, какой ужасный вечер!» — простонал Максимилиан. «На этот раз лис сбежал, но в следующий раз я ему покажу, как пекут пироги!» При этих словах Людвиг XIV вспомнил, до чего он голоден. «А ты умеешь печь пироги?» — спросил он не совсем кстати и тут же прикусил язык. «Что это за разговорчики?» — проворчал Максимилиан. «Добрый вечер, дружище!» — ответил Людвиг слабеньким голоском. «Мы уже виделись с тобой сегодня. Сегодня вечером. Меня зовут Людвиг XIV Ларсон. Добрый вечер, добрый вечер. Только прости меня, и к большому сожалению, я оттороплюсь». Но уйти Людвигу XIV не удалось. Максимилиан закрывал грудью выход. «Сейчас он меня укусит!» — подумал Людвиг и зажмурился. Но ничего такого не случилось. И Людвиг осторожно открыл глаза. Максимилиан совсем не был зол. Наоборот, он лежал и посмеивался своими великолепными зубами. «Нет, ты самый хитрый и самый храбрый лисенок из всех, за кем я когда-либо охотился!» — сказал он. Людвиг XIV тоже расплылся в улыбке. И зубы у него были ничуть не хуже, чем у Максимилиана. «Ну почему нет с ним папы Ларсена?» «Я избегал весь двор!» — продолжал уже серьезно Максимилиан. «А ты вот, оказывается, где? В моей собственной конуре!» «В конуре?» — смущенно переспросил Людвиг. «Значит, это твой дом?» «Представь себе, никогда бы не подумал, что ты подумаешь, что можно подумать, что можно забраться сюда!» «А я так и подумал, что ты подумаешь, что я не додумаюсь подумать так!» — схитрил Людвиг XIV. «Вот я и спрятался здесь!» Максимилиан опять рассмеялся. «Нет, я положительно не могу сердиться на тебя! Скажи, ты, наверное, очень проголодался после такой погони? Разреши предложить тебе косточку!» Дважды такое предлагать не пришлось. Людвиг XIV совсем не насытился пшеном, которым его угощали куры. И поэтому он тут же схватил самую большую кость из миски Максимилиана. Тот тоже принялся за еду. «Увидел бы нас кто-нибудь!» с удовольствием причмокивая, проворчал Максимилиан. «Собака ест из одной миски с лисом! Это звучит как в сказке! Как ты сказал, тебя зовут?» «Людвиг XIV. Ларсон», — ответил Людвиг XIV. «Ларсон?» — заинтересовался Максимилиан. «А ты не знаешь, случайно, хитрых Ларсенов из ближайшего леса?» «Это мы», — скромно ответил Людвиг XIV. «Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан». «Правда?» Максимилиан засиял от удовольствия. «Да, я имел честь не раз гоняться за ним. Не хвастаясь, я должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Как я здорово укусил его тогда за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет, так и передай». Так они сгрызли все кости. Оба почувствовали усталость и оба с удовольствием растянулись на полу собачьей конуры. «Ну, а теперь тебе все-таки пора домой», заявил Максимилиан и сладко зевнул. «С тобой очень приятно беседовать, но не думаю, чтобы хозяину понравилось, что я дружу с лисами». «А мне так далеко идти», вздохнул Людвиг XIV. «Я так устал, так устал, не знаю даже, найду ли я дорогу домой». «Это совсем недалеко», возразил Максимилиан. «Я провожу тебя до изгороди, мне ведь совсем не вредно прогуляться перед сном». Пес и лисенок прокрались во двор, потом через клубничную поляну, потом через овсяное поле. У самой изгороди Максимилиан остановился. «Теперь тебе уже совсем недалеко», сказал он. «Беги вот по этой тропинке все прямо и прямо». «Разве ты знаешь, где я живу?» удивился Людвиг XIV. Максимилиан вдруг ощутинился. «Знаю ли я, где нора хитрых Ларсенов?» «Вот что я скажу тебе, дружба дружбой, а служба службой. С этого момента мы больше не друзья, еще раз повадишься в курятник, пеняй на себя». Максимилиан зло залаял, давая Людвигу XIV понять, что он все-таки собака. Людвиг XIV припустил по тропинке. Сперва он думал о Максимилиане, потом стал думать о папе Ларсене. Так поздно он еще никогда не возвращался домой. Когда он осторожно прокрался в нору, папа Ларсен сидел в гостиной в своем кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел сначала на них, а потом на лисенка и сердито спросил, «Где это ты пропадаешь?» «Давно пора спать!» «Меня похвалили за то, что я хитрый!» Гордо ответил Людвиг XIV. «Приятно слышать!» Сказал папа Ларсен. «Мне показалось, что только что неподалеку лаяла собака. Это правда?» «Да, папа. Это был Максимилиан». «Ах, вот как! Значит, это и вправду был мой злейший враг, Максимилиан!» И добавил, «Я не раз имел честь гоняться за ним. Не хвастаясь, должен сказать тебе, что он почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим! Здорово!» Я тогда укусил его за заднюю лапу. «В следующий раз еще веселее будет. Пусть он так себе и зарубит на носу!» Людвиг XIV улыбнулся. «Кто говорит правду? Максимилиан или папа Ларсен?» Но вдруг до папы Ларсена дошло то, что сказал Людвиг XIV, и он тут же вскочил с кресла. «Что ты тут сочиняешь, мой мальчик?» Закричал он. «Ты встретился с Максимилианом?» «Это потом», сказал Людвиг XIV. Он гнался за мной, но не мог догнать, потому что сперва я хорошо поужинал в курятнике, а когда я устал бегать, то залез к нему в конуру. Он очень обрадовался и угостил меня косточкой. «Мы ели с ним из одной миски, а потом он проводил меня, чтобы я не заблудился. А когда мы расставались, он сказал, что дружба службой, но он мне лучший враг», выпалил Людвиг XIV на одном дыхании. Папа Ларсен встревоженно подошел к сыну и погладил его по головке. «Ты, наверное, слишком долго спал под елью», сказал он. «Ладно, иди в детскую и продолжай спать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова